Мария, хочешь дальше? Дальше. У меня просто, я не знаю, у меня три заметки огромные. Мне безумно нравится. Я забыла свой первый вопрос. Вообще. Капец. Короче, я хочу начать с того, что мне безумно нравится. Я впервые вижу твои разборы, честно говоря. Теперь понимаю, почему Саша под таким восторгом. В общем, я психолог женский, но там очень много субличности, потому что я коуч, я хореограф, преподаю стрипластику. И если все-все-все соединить, то я работаю с твоими проблемами. Выгорание, первое. А второе, это как женщине почувствовать себя, то есть свои эмоции, чего она хочет, как стать женственной, сексуально уверенной. То есть я сейчас конкретно укренилась и на женской. Ты самая женственная, сексуальная, уверенная? Абсолютно. Что ты на него смотришь? Ну потому что есть то, как я себя ощущаю, есть то, как меня считывает мир. Вот. И я сейчас... У меня самое важное... Блин, сейчас можно пододвинуть его? Все слышно. Маша тебя зовут, да? Мария? Да. Я хочу просто пододвинуть. Маш, ты уже обозначила проблему. Есть Маша, которая есть, а есть, которая тебя видит. И это две разные Маши причем. Это биполярка называется, да? Не поняла? Короче, смотри, есть я, которая всегда себя считала. Давай так, есть аватар. Аватар. Да. Я себя какой-то считаю, да? А есть, которая тебя видит. И я надеваю социальную роль совершенно другую, на самом деле, потому что я с детства, знаешь, про силу, про категоричность. Ну, от этого я, конечно, уходила, чтобы не нарушать чужие границы, но я достаточно про агрессию, про работу с тенью. То есть я всегда очень конкретная. И я, когда работаю с женщиной, я прям действительно пронзаю. Ну, то есть я вижу все слои в любых отношениях. Но при этом я через этот инструмент, я не напрямую работаю. Я не помогаю женщинам становиться более агрессивными. Я помогаю раскрыть себя, и чтобы они шли к желаниям. Я сейчас скажу очень жесткую тему, но думаю, ты ее выдержишь. Давай. Жесткая тема заключается в следующем, что если ты не соответствуешь тому, что ты вещаешь, тебя никогда не купят. Мне почему-то страшно быть настоящей, потому что я понимаю, какая я. Подожди, подожди. То, что ты сейчас делаешь, ты смазываешь мои слова. Не смазывай. Вот окунись в эту боль. Не смазывай. Ты меня слышишь? Алло. Да. Да, да, да. Сейчас. Так. Давай так. Ребятки, остальные, кто пока слушает, вы как? Ребятки. А, напишите, насколько вам полезно, откликается там. Вообще, живы вы там вообще. Спасибо. Все настроили. Саша. Саша. Просто это очень громко на ухо. Ты не представляешь, насколько он звонкий, он постоянно на ухо. Саша, знаешь, когда люди приходят на разборы, они как под лупой, понимаешь? И любое их проявление, оно очень показывает их как людей, понимаешь? Ты насколько угодно можешь мне говорить про женственность, про принятие, про сексуальное. Вот это вот, оно все показывает про тебя, понимаешь? Ты не представляешь, я сижу, я его не вижу, и он мне вот так, мне так страшно в этот момент. Я вот просто начинаю защищаться. Маша еще раз, я тебе как мужчина говорю, если бы мне вот так вот показала женщина, вот так вот, понимаешь, какая бы у меня реакция была как у мужчины? Конечно, ладно, хорошо. Вот так сделала, я потом на записи посмотришь, если интересно будет, ты вот так сделала. Так, пш, вот так вот, пшикнула его, знаешь, как песика. Это про женственность? Маша? Я здесь другую роль включаю, прям, я не говорю, что это плохо, просто вот у меня рилс недавно вышел, я говорю, ребят, если вы, женщины, да, я к женщинам обращаюсь, если вы, блядь, драконы, ну так, сука, будьте драконами, не надо из себя ромашку, блядь, строить, потому что вот эта ромашка, люди не верят. Ты им продаешь, блядь, цветы, а ты, сука, дракон пылающий. Твой пылающий дракон нужен кому-то, так ты покажи себя пылающим дракону, что ты себя лепишь, господи? Я, блядь, женственный, я там это, блядь, пятое-десятое, господи. Скажи, я, блядь, баба с яйцами, я, блядь, уверенный, я, блядь, это. Кому-то, может, это надо, понимаешь? Ну, есть вот фертильные, инфантильные телочки, понимаешь, может, им надо вот твоя вот это вот. Ну, они же не видят этого, и ты себе это не принимаешь, понимаешь? Слушай, ну, я принимаю, я не с такими клиентами хочу работать, честно говоря. Ты мне боишься работать, потому что это твоя теневая сторона. То есть, у кого-то теневая сторона, это баба с яйцами, а у тебя теневая сторона, это вот такая вот девочка, понимаешь? Вот такая вся. Воздушная. Да, поэтому ты не хочешь с ними работать, потому что у тебя это не отработано, вот эта сторона. А почему я так уверенно про это говорю? Потому что у меня прям периодами было. Сначала я работал с мужиками. Я думал, что женщины какие-то алогичные существа, вообще непонятно для меня. Потом я начал работать с женщинами, и они мне нормальный денег приносили. Мужиков вообще терпеть не мог. Теперь снова мужики пошли. А знаешь, с чем эти периоды связаны? С проработкой мамы и папы у меня. Как только я прорабатывал маму, заебись, тут же мужики шли ко мне. Точнее женщины. Как только я проработал папу, тут же мужики пошли. То есть, когда претензий нет у меня к папе, к маме, ко мне и мужики, и женщины приходят. Я не переносом не занимаюсь. А когда у меня женщины перли на меня, понимаешь, как бы у меня была не отработана мама, я с ними играл в игры. Я муж твой бывший, я твой любовник, я отец твой, понимаешь, и ко мне люди вот так вот приходили. А когда у тебя все отработано, понимаешь, внутри, у тебя нет претензий, к маме, к папе, к себе, там еще к чему-то, к тебе все клиенты приходят, которым ты откликаешься. А когда ты говоришь, вот с этими я не работаю, ну там есть какая-то тема, сто процентов. сколько ты зарабатываешь, сколько ты зарабатываешь, скажи, в месяц? 150. Сколько ты хочешь? 300. Минимум. То есть, чтобы меньше мужа было, да? Честно, я пытаюсь, ну как тебе сказать, потому что мне кажется, если я поставлю столько, сколько я хочу, то это будет стресс для психи, нет, это будет стресс для психи, то есть, знаешь, я не люблю стать слишком завышенно, чтобы не уходить в это, знаешь, идеализм, типа, что я столько не заработаю, а значит, руки повесить, ну вот в это. Полная хуйня, короче, ты просто боишься раскрыться. Вот, знаешь, вот есть потенциалы вот на столько, а ты, блядь, на полшишки там, даже не на полшишки, блядь, на четверть, на тютельку, блядь, работаешь, понимаешь? И ты такая приходишь и говоришь, блядь, Макс, я хочу вот столько, получаю вот столько. Я говорю, а что ты боишься вот здесь вот взять? А такая, ну... 600. Ну, честно, мне комфортнее 600, потому что, ну типа, на мне там очень много чего, мне надо саморешить. Давай так, вот знаешь, такая тема есть, господи, этот термин, все время забываю, баланс в теле, как называется? Помогите. Игигай? Блядь, господи. Ну, когда, типа, вот, системы стремятся к балансу, вот тело, эта система, она в балансе. Нормовестие. Нет, какой-то другой, ладно, неважно. Гармония, наверное. Гармония? Хоть там биологический термин, я забыл, короче. А, герентость может? Нет. Гомеостаз, вот, спасибо, Григорий, гомеостаз. В чем смысл гомеостаза? В том, что, вот, ты же знаешь, что в каждом организме есть бактерии, да? И, ну, вроде бактерии, это же плохо, но, типа, если из желудка убрать бактерии, мы заболеем, да? То есть, все находится в равновесии, в гармонии, и даже бактерии у нас внутри находятся в гармонии, да? Но, когда идет дисгармония, дисбаланс, мы заболеваем, да? А когда мы заболеваем, соответственно, мы должны что-то извне взять, чтобы нам помочь. Вот, вот ты болеешь, и ты извне что-то берешь, чтобы свой баланс, вот, он у тебя кривой, косой, но баланс, и ты вот извне что-то берешь, чтобы этот баланс удерживать. Понимаешь, чего говорю, или нет? Я пытаюсь ответить внутри на вопросы, и пока не могу, честно говоря. Хорошо, давай с другой стороны копнем. Вот, есть в твоем окружении женщины, которые на 100% реализованы, ты бы хотела, как они? Ну, у меня есть ролевые модели. Ну, кто? Мне Таня Бибик нравится. Ну, я понимаю, что я совершенно другая по психотипу, но условно говоря. Это же кто это вообще? Это основательница не школы, одна из двух. Она очень твердая, она прям маркетолог по продажам, прям. Я понимаю, что у нее круто прокачано. А ты что, мягкая, что ли? Я никогда, понимаешь, я очень твердая, но твердая в действиях, а в продажах у меня опыта нет. И я, когда выхожу в продажи, я теряюсь, я всю агрессию запихиваю в себя, вовнутрь. А часто ты вовнутрь запихиваешь что-то в себя? Так, а конкретнее? Ты же через метафору, да, сейчас? Но я какую-то часть подавляю. Вот ты когда засмеялась на моей фразе, вот ты о чем подумала? Вот то, о чем ты подумала, это и правда. Когда я спросил, часто ли ты в себя что-то пихаешь? Ну я про еду подумала. Так, а что там съеду? А что ты улыбнулась? Вот что там? Что за реакция? А вот это чье-то выражение, что типа, что ты запихиваешь, ну типа уже не лезет, что ты давишься? Вот типа такого, что ты из детства? Что это выражение? Кто тебе это говорил? Папа, возможно. Да, то есть получается, ты какой вывод сделал, что не надо себя запихивать, иначе я подавлюсь, и мне много не надо, что какой вывод-то? Вот тебя папа, тебя папа пристыдил, понимаешь, мужик, поэтому, видимо, ты нашла себе более такого, как бы мужчину, ну не такого типа, блядь, это армянин какой-то там, чеченец, да, типа, блядь, ну а иди там, блядь, ну а более такого, романтичного склада, да, чтобы тебе не говорили, не пихай в себя, да. Тебя папа застыдил, какой вывод ты сделала? О мужчинах, о себе, о бизнесе, о жизни, какой вывод? Извини, что жестко, но ты вроде разрешил. Нет, я просто думаю, но про папу, там было очень много рамок и ожиданий, ну то есть там все время по спине бьют, сидя с ровной спиной, маме он постоянно говорил, типа, не чавкай, поэтому, блин, я настолько идеально ем просто, я прям помешана. Представь, что ты пукнула, вот сейчас вот, вот пукнула. Что? Ну, сразу я представляю, что жар, краснота, престижность. Скорее, желание куда-то исчезнуть, то есть стать маленькой. Вот, то есть твоя тема, это стыд, да? Возможно. А ты ее отрабатывала с психологами, вот эта тема стыда? А что, а как ты ее отрабатывала? Ну, во-первых, что это манипуляция, я это отслеживала, где я начинаю смотреть, себя чужими глазами прямо отслеживать, отделять от себя. Вот, первое. Второе, это то, что идти в уязвимое тело, это в телесность, это в признание того, что каких-то там, типа, что бы я никогда не хотела, чтобы обо мне узнали, я прям писала бумажку, подходила к людям, дочитывала и все. Ну, типа, я понимала, что ничего не произойдет, если узнают самые какие-то уязвимые стороны. Вот. Это ты все красиво говоришь, ты красиво пиздеть научилась, но на самом деле правды в этом нет. Смотри, ты сказала, я не умею продавать, как ты думаешь, продавать это красиво пиздеть, или еще что-то другое все-таки, когда вот покупают прям? Я часто встречала продажи именно там про продавливание. Очень часто. У меня почему-то ассоциации не очень хорошие. Я не про инструменты. Можно продавить, вдавить, передавить, да как угодно, блядь, продавать. Но фишка в том, что не важно, что ты говоришь, важно как. Важно не сколько ты трахаешься, а как. Важно не какой ты себя считаешь, а какая ты на самом деле, понимаешь? Не что, а как важно. А у тебя всю жизнь игра, понимаешь? Причем игра, типа я вот хочу быть вот такой, потому что вот, ну, мало ли там меня пристыдят, понимаешь? Узнают, какая я на самом деле. А люди же фальш чувствуют, пиздеж. Вот ты говоришь, я женственный, я за это, я за то. пиздеж. Ты же про принятие женщины, ну, когда я себя принял, а я не чувствую, что ты себя принял на сто процентов. И женщины это чувствуют. Маш, смотри, мой простой совет тебе какой? Вот как только ты себя примешь на сто процентов, та, какая ты есть, что ты пукаешь, что ты какаешь, что ты там, не знаю, там, блядь, еще что-то, понимаешь, на сто процентов, такая, какая ты есть. вот это и будет тотальное принятие, которое другие почувствуют, и тогда, когда ты будешь продавать, выступать, люди рядом с тобой не будут чувствовать дискомфорта, потому что у тебя этого дискомфорта нет. Вот знаешь, когда люди, вот меня однажды пригласили в Челябинске на разбор спикеров, и там, значит, на сцену вышла женщина, ну, не женщина, девушка, и прям трехэтажным матом начала там, вот, вот прям мат, перемат через слово, да, я не против мата, просто у нее это было неконкурентно. То есть прям видно было, что когда она говорит какое-то матерное слово, из нее оно вылетает, она прям сейчас коживается, прям вот все тело прям вот сжимается, вот прям вот, знаешь, вот через силу она все это себя выдавливает, пытаясь казаться какой-то там, вот какой-то там, понимаешь? А когда Артемий Лебедев матерится, у меня нету испанского стыда, понимаешь? Вот матерится и матерится, чувак, окей, понимаешь? А почему испанский стыд появляется? Да потому что люди считывают вот эти микро штуки, которые ты не принимаешь, и так как ты себя не принимаешь, они это ощущают. Некоторые понимают вот это ощущение, а некоторые не понимают, они просто осознают, что есть какой-то дискомфорт по отношению к Маше, я не знаю, с чем он связан, но типа я не хочу ей платить там 300 тысяч, или не хочу у нее там, не знаю, там, заниматься. Вот. Но оно оттуда идет. А когда есть тотальное принятие, знаешь, вот я вот такой, какой я, сука, есть. Все, вот я такой. Хочешь, принимай меня. Хочешь, блядь, не принимай меня. Окей. Но когда ты пытаешься доказать, показать, там, не знаю, там, какой-то там показаться, понимаешь, это пиздешь прежде, что в себе. И в интернете, интернет это что? Это такая большая лупа, которая увеличивает все твои комплексы. Их прям очень видно. То есть вообще не может даже, там, ну, не заметят, но как только ты выходишь там в Инстаграм, что-то пишешь, четко прям видно, в чем твоя проблема. И, собственно, тут ответ, точнее вопрос. Готовы ли люди платить за твои комплексы? Вот те, кто готовы, к тебе идут и платят тебе. А сильные, как мы выяснили, ресурсные клиенты не хотят за это платить. Ну, вот ответ. Понимаешь? Ну, кстати, да, я заметила, что у меня платят лишь, чтобы стать женственными. А за что ты? Я по-другому принимаю. Часто у меня девочки выходят, они вот прям разъебные. Ну, в плане, они уверенные, они вот настолько четко, вот знаешь, в своей системе. Вот, Маша, вот это правда. Вот если бы ты эту правду транслировала, как я тебе до этого сказал, дракона, понимаешь, тогда вот представь, ты приходишь в магазин, покупаешь сметану, а там, сука, не сметана, там, блядь, этот, я не знаю, там, что я не знаю, растаявшее мороженое. Вроде тоже белая масса, но, блядь, другое что-то, понимаешь? И клиент чувствует себя, блядь, обманутым, понимаешь? Он сметану хотел. То же самое, как с тобой. Я, блядь, продаю женственность, а там, блядь, разъебность, понимаешь? Нахер это надо? Зачем вот эта вот кривая какая-то схема, если можно прям сказать, я, блядь, учу женщины разъебывать, все. Окей, продай это. И там денег больше, понимаешь? Вот в твоей игре мало денег, а вот в твоей правде много денег. И в отношениях так же. И в отношениях так же. А кому это может быть нужно? Что? Просто у меня сразу страх. Знаешь, у меня есть ассоциация, что за женственность, за контакт с собой могут платить девочки, которые там, типа, миллион зарабатывают, но они прям с яйцами. А за разъебность, простите, кто будет платить? Кому это нужно? То есть, я просто думаю, ну, я не могу найти даже, ну, знаешь, как примеры. Паш, клиенты приходят всегда на человека. Как только ты себя принимаешь, как только ты сама готова, ну, ты в это веришь, вот, на горящие глаза твои всегда приходят клиенты. А когда у тебя внутри у самой кучи конфликтов, понимаешь? Да, вон, Кристина Софья, блядь, пиздец, ужасная женщина, блядь, какая-то там, лесбиянка, куча денег зарабатывает, пожалуйста. Вот я с ней бы не общался, ну, я ее видел там на выступлениях, мы с ней пересекались, нахуй надо вообще. Кому-то заходит, понимаешь, классно, ну, пожалуйста. Как говорится, каждый дрочит, как он хочет, да, и на что хочет. Реально, куча клиентов, клиенток у нее. И она прям, знаешь, она прям разъебывает. Вот я смотрел ее там, знаешь, эти разборы там, пиздец. Нет, что-то. Она просто, блядь, абьюзит, унижает, оскорбляет, просто там, ну, кому-то это надо, ну, кто-то платит за это, окей, хорошо. Ну, и мне тоже платят за это, понимаешь? Ну, типа, блин, еще раз говорю, главное, чтобы вам прикольно было. Вот мне прикольно, вот я сейчас сижу, разбираю вас, мне прикольно, вот мне классно, понимаешь? А в конце я еще вам продам, еще классно будет, еще и деньги мне за это капают, понимаешь? Вообще идеальная жизнь, понимаешь? А когда я себя что-то леплю, понимаешь, там, блядь, одену галстучик, блядь, смокинг, приду, там, блядь, причешусь, там, все, там, не матерюсь, это не я. Ну, не я это. Это кто-то другой. И кому-то другому и платят, там, сколько-то, а мне, настоящему, заплатят больше, понимаешь? Принятие, короче, твой ответ, это принятие себя, тотальное. А как следствие уже, и, собственно, проявлено с деньги, и так далее. Я, ладно, я просто понимаю, почему я это отсекаю, я в это не иду. И почему? Я очень боюсь, что я уйду в эту роль, и я начну всех подавлять вокруг, потому что, ну, я просто понимаю, что во мне это есть. Я знаю, что в тебе это есть. Я как мужик это ощущаю, просто ты не пизди себе. Смотри, это неплохо. Смотри, есть разные мужики, и у мужика встает на разное. Вот у меня жена миниатюрная. Да, ну, условно, я люблю маленьких, да, я этот, по маленькому калибру хожу, понимаешь, да, кому-то нравится прям бабища женщина, такие, с сисями, там, с жопами, понимаешь, там, разные вкусы есть. А как у нас формируется сексуальная конституция? Что-то у меня в детстве произошло, понимаешь, причем я даже знаю, что, и это повлияло на мои вкусы в сексе, на мои вкусы, на что у меня встает. То же самое и кто у меня откликается как человек. Вот кто-то мне откликается, а кто-то не откликается. Не просто он плохой этот, хороший, просто я такой человек. Вот кому-то нравится, блядь, шоколадное мороженое, кому-то ванильное. А ты мне говоришь, блядь, а я боюсь, что ванильное мороженое я не продам. Я вот шоколадное люблю. Да чушь полная. Я к чему говорю? К тому, что на любое мороженое найдется клиент. Вот что я говорю. Просто не нужно наебывать клиентов. Просто когда человек приходит покупать ванильное мороженое, ты ему, блядь, шоколадное отдаешь, посыпка белая, ну, это наеб. Дальше тебе скажу. Вот ты говоришь, кому это будет надо, я боюсь своей силы. У меня бывший тренер по боксу, знаешь, от чего кайфовал? От того, что вот они с девушкой его, Настей, ездили, короче, в БДСМ отель, и Настя его, условно, там чуть ли там нет, знаешь, ну, стропонила, понимаешь. Он от этого кайфовал, понимаешь. В смысле, я говорю, Макс, ты что, ты же всем рожи бьешь на ринге, ты, блядь, такой брутальный, мужественный. Он говорит, да ты что, я кайфую, когда женщина, типа, это, это как это, то есть, как это называется, господи, типа, она... Сокрессив? Нет, она доминант. Да, она доминант, типа, а я там ей подчиняю, а у меня это вообще, ты что, мне это претит, чтобы женщина мне что-то сказала, блядь. Сразу, понимаешь, вот мы разные с ним, понимаешь, кто из нас хуже и лучше? Да никто. Я такой, она такая, ой, он такой, понимаешь. У него на это встает, у меня на это встает. Понимаешь, кто из нас хуже и лучше? Никто. Поэтому на каждое мороженое найдется клиент. Когда ты это в себе примешь, там очередь выстроится, если женщина, которая захотит тебе это купить. Понимаешь? Что-то много сегодня секса. Это лучше, чем говно. Ну, кому-то есть, кстати, капрофилы, которые это... Да, просто у меня часто, знаешь, это обратка мне, ну, как бы у меня очень много сексуальной энергии, вот я на ней работаю, типа, да, ну, типа, ну, вообще сексуальная энергия равно агрессии, равно витальность, да, типа, вот, поэтому, наверное, примеры. Окей, ты ответ получила? Да, спасибо. Пожалуйста. Надеюсь, не поругайтесь после разбора.